Так, ну чё, понеслась у нас, понёсся стрим очередной на канале Технос Ворлд. Сегодня, во-первых, кто у нас вообще здесь, чьи нежные голоса вы услышатся, у нас сейчас онлайн нахота, то есть я, Сергей Узбаня и Стурбан. И сегодня мы будем стримить финал Олимпиады, невоспроизведенного названия игры, как обычно, впрочем, это касается 100% игр на Технос, ну может, помимо названия первых воспроизведёшь. Вот, Олимпиада, в общем. Олимпиада! Вот, и, собственно, и Степан у нас один из финалистов, один из, я уж не буду финал озвучивать, так как мы сейчас будем стримить повтор, как бы результаты, я уже, кто-то видел, кто-то видел. Ну, большинство, наверное, знает, чем хочется сделать, вот, но мы будем сохранять, ну, да, Кролик? Мы будем сохранять интервью. Ну да. Да. Хе-хе-хе. Кролик у нас выступает в качестве, конечно, такого ядрёного специалиста по Олимпиаде. Я-то особо единственное ориентирую ступень. Но, если что, он ставит твои железные пять копеек, стальные. Ну и чё, там, наступам-то здесь у нас? Да, здесь я, кстати, помню час, и, если чё, там, нас четверо смотрят. Не, не говорите, главное, по результатам. Да? А так же, в принципе, не тушу, если чё. Ну, участвовал в финале. Ну, ладно, на посту. Всё. И тебе приятно. Нам хорошо. Ну, вкратце, я не знаю, вкратце о турнире. Я, честно говоря, тоже участвовал в Олимпиаде, но по объективным причинам вынужден был дисквалифицироваться. Единственное, что я успел, это сразиться с кинбейсом, вынести кинбейса. Ну, вот, потом... Вот, ещё у нас, соответственно, значит, в Олимпиаде в чемпионате участвовал кинбейс. Я, Эстебан, Кролик, Дикторок, Липецк и кто там ещё? Тараджо. 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 Не знаю, в общем, по-моему, кого-то забыли. Там 8 уже получил участников. Бульбозер ещё. А, Бульбозер, вот, всё, 8. Ну, вот, вот. Вот, и, соответственно, ну, все перипетии сейчас рассказывать, наверное, я не буду, потому что я не в курсе, честно говоря, без пяти полный, кто сражался. Липецк проиграл Диктороку, первый в отборочных, так. Кинбейс мне проиграл. И Степан, ты с кем в отборочных сражался? Я стараюсь же. А, да, ну, Степан, ты с тобой не стараюсь, а Кролик, получается, наверное, с Бульдозером играл, да? Да, да. Ну, и ты победил, да, Бульдозер? Ну, естественно, ещё бы он третье место не занял. Да, ну, и, собственно, четвёрка такая была. А третье место кто занял? А, третье место как раз Кролик и занял, да? Я просто не услышал. Вот, ну, чё, чё делаем? Чё-то ещё надо сказать? Ну, ладно, команды. Ну, чё, давайте повтор запускается. Повтор запускается. Ну, чё, Кролик? Да, да, да. Короче... Да. Короче, короче... Короче, что, короче... В общем, на счёт 3 жмём на play. И, соответственно, у нас, в принципе, особо большого расхождения быть не должно. Ну, поехали тогда, значит, я считаю. Раз, два, три. Так, ну, давайте сверим... Давай сверим с тобой, Кролик. Ты сейчас что видишь вообще на экране? Ну, там лучше выбрать, ну, команды. А более... Более оперативно только, то... Вот я тёлку щас вижу, щас синюю команду вижу. Да, я тоже. Чё, хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ты быстрее отвечай, а то я не, не могу догнать там... Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Вот щас идёт этот самый Рики, короче, в магазин заходит. Королик, скажи что-нибудь. Мне опустик. Задержка просто. Задержка всё-таки, да? Да-да. Ну ты щас чё видишь? то есть в плане молча говорит о том что нет кролик сейчас есть и банк вот по магазинам выходит конкретно что он делает там что ты видишь что покупает короче я не знаю если ты так можно сказать короче ладно будем считать что нормально в принципе да ну вот и там тоже вставляет свои три копейки в общем у нас сейчас я как то пропустил за чувствительным выходит кто что где адитор выходит ну да в принципе примерно одинаково ну кстати там чат вот право право флил я честно говоря что они от любяков покупали себе вот кролик ты давай вот именно ну я так понял что вот сейчас по крайней мере детор взял себе и шипы и гвозди вернее шипы и лужа да и нефть вот сейчас он еще я честно говоря вот не знаю вот этого магазина что там там я ошибся так ну вот собственно по 5 по 5 это вообще я честно говоря тоже не знаю что за магазин ну кролик расскажет а ты сам не знаешь эстебан я знаю так скажи что ты будешь ну короче и не спать короче первый бег забег так эстебан то синий ну че эстебан в синим да да вот а ты стормозил в плане того что ты ему шипы с ээээ с гвоздями не поставил а поставил гвоздь ему да там я стормозил в том что я хотел усилить по моему скорость эээ защиту а че то усилил по моему скорость и че то такое короче деньги зря потратил там еще внизу чат читайте в повторе ну вот в самом низу в этом окошке там написано типа мне еще дитер написал че с начала типа начнем ну я отказался типа ну переиграем типа ну ты кстати сейчас идешь уверенно уже 2 3 как бы все в концу и ты его все равно делаешь ты же у нас за Рикки да играешь правильно вот только сейчас в конце он тебе обошел в самом конце он тебя обошел соответственно титр побеждает в бегах побеждает в бегах побеждает в бегах и сейчас конечно уже стабан с командой зеленых ну она на мой взгляд самая такая пропорциональность да да сбалансированная да и к тому же гады и персонаж мне сам по себе нравится такой с выпущенными глазами отражает твое мнение да прическа да у меня прическа вообще такая же ну я вот точно знаю что к ролику вот мне нравится в бегах то что здесь с турбокнопки используются ну это залог успеха так скажем против компьютера особенно легко в смысле что можно было и без них обойтись мы как то с ним пытались друг против друга играть без турбо это было просто интересно особенно в драке в конце там вообще прикольно было просто зверство ну можно в следующий раз правило ввести допустим ну видишь как это не пропалишь никак это только вот есть иммуляторы допустим виртуалность там можно вывести на экран нажатие кнопок что нажимает игрок и там будет видно а так я думаю это сложно все таки на приставке так честное слово там а как же честное слово джекита там да нет просто в иммуляторе канфу надо скачивать для иммулятора и чтобы отключен будет турбо как сейчас с другой стороны каждый по своему настраивает да ну в общем идут бега все побеждают компьютерных оппонентов вот он опять эстебан у меня по крайней мере не знаю как у кролика эстебан у нас бежит ну вот и в принципе так даже местами получает сильный ну а жалко что я все таки не участвовал но я бы сейчас вас мамину маму бы сделал хехехе при у тебя словно клиент как там да все , вот, в дом красной игру А я ещё смотрю какие бегуты. А ты же смотришь стрим, да? Да-да-да, повторюсь. Так, ну теперь у нас дитр, 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 дитр. Он с фиолетовым. А у нас уже 5 раз смотрите. Ребята, привет. Скоро придётся другой зал снимать. Да нет, ты знаешь, вот если сравнивать с олдфаксом, например, то там... Вот я смотрю, вот сейчас люди смотрят чисто тематичные, которые конкретно знают от игры Техноса, да, допустим, на герарке. А там смотрят всё подряд, там и аниме-канал есть, где просто люди смотрят, там, перепис. Блин, ты давай там форточку закрой, там, заклорал наверное. Да, я уже тут газ зажив даже. Что-то отгребает, кстати, дитр сейчас от сиреневого товарища. Мог и проиграть чудом, как-то в конце обошёл. Мог... Я, кстати, молился, чтобы... Ты молился, чтобы он где-нибудь, да, там, лжанул. Так... Ну, первое место дитр... Ну, кстати, следите, вот, кто взял третью медаль, кто-то взял и пять монет, видите? Понимаете ли? Я третье место взял, и я пять монет взял за активный бой в бегах. Да и... Да-да-да-да, за этим тоже у нас будет там про игроков, там видно, какая команда. Вот пять монет, и... Ну, по местам. Вообще, конечно, хотелось бы кролику услышать. Комментарии, возможно. Матасли. Так, сейчас у нас будет метание же, да? Так, первый у нас... Так, первый у нас... Первый у нас... Первый у нас... Степан... Ракету он не стал брать. А что-то взял для метания. А нихера тут... Ничего не брал. Ты просто там увеличился бы, да, силу или что? Скорость, тут скорость главная. Тут скорость главная, да? Да, тут больше ничего не влияет. Ну, отскок у тебя как-то побольше стал, по-моему, в этой гире, нет? Это в сторону надо держать, вправо просто всегда. Тогда она и летит дальше, и... Раскакивает дальше. Хуба, короче, программа для записи, нажатия кнопок, я, если честно, не знаю, но... Виртуан S... По-моему, в нем, в этом эмуляторе, в Гензи, можно... Такой, ну, такой фигнязин в масле, там... Прям на экране будут отображены кнопки, только нажимаешь, там прям джойстик, по-моему, он даже отображен будет. Так... Так... Экердитор... Уберет себе ракету... И все. Так, идет еще в боковой магазин вначале. Там ему удачи пожелают. А это влияет, да? А это влияет, да? Удачи влияет, да, на это самое? Ну да, здесь просто у меня все провисло, мне пришлось перезалужать компьютер. Нифига себе. А на качельках... Какой-то хреновый. Экердитор покачался на качельках, тоже сказать, что-то дает? Нет, нет, это качель. Нет, нет, это качель. Ты подожди, Osiris, у тебя повтор сейчас отключен, получается, да? Ну, сейчас. Ну, так ты заходи просто тогда на этот... Там звук не забудь и дай шкалу. Так, дитер кидает футбол. Дитер кидает. Так, а ты в четыре броска уложился. Ну да. Четыре броска уложился. Ну, наверное, собственно, и дитер, наверное, тоже уложится. Да, уложился четыре броска. Причем, наверное... Дитер здесь, да? Перевод здесь, да, лучше кинул. Ну, ну, получилось, что он за... Ну, хоть он и четыре броска сделал так же, как и я, но он... Больше расстояния брал. За один бросок. Так, ну и компьютерный оппонент, конечно же, в глубоком отстое. Кхе... Кхе... Хахахахаха... Полетел. Кхе-ххе... А мне вот интересно, что тут в... Тут в речку можно упасть? Человеком. Ну, полетев. Да, можно. Даш, у меня по-разному на Безонте. Видите в неё ссылку, ну, Redcall, ну, на стрим. Я просто хочу через Mozilla зайти, а то у меня в хроме куча вкладок, они долго будут грузиться. Просто супер бросок, как это делает. Так, ну понятно, что вы тут первое-второе, а ты на втором, соответственно, да, наверное? Да, я совершенно не знаю. Не помнишь, да? Ну, сейчас посмотрим. Удитр на первом, а ты на втором. Пять монет у тебя, пятнадцать. Удитр. Так, а общий счёт, я вот не знаю, сейчас посмотрим, вы там заглядываете хоть на доску? Заглядывали, нет? Двадцать, короче, монет дали этому аудитору. Ну, пятёрку ещё ему накинули. Так, вот будет, во, как раз ты смотришь 45, а у аудитора, наверное, у тебя 24, скорее всего, так, да? Я не знаю. Ну, по крайней мере, кто-то на первом месте с 45-ю монетами, а кто-то на втором с 24-ю монетами. Не, у меня меньше, у меня 17, вот, я вижу. То есть ты на третьем месте? Да, я хер знаю, это я уже не вижу. Ну, сейчас, если в таблицу залезет, дитр. Так, сейчас у нас плавание живое. Да. Да, ну, ты, соответственно, берёшь и кислород, и скорость. Кислород и скорость берёшь, а вот дитр. Дитр. Так, сейчас. Так, сейчас не посмотрел. Тоже возьмёт сейчас, наверное, кислород и скорость. Нет, он рыбок берёт. На 45. И хочет тебя сразу больше. Да, он всё берёт. Блин, ну, как бы... Вот это он на первом месте, явно, у него 30. Осталось после года 45. И вот он ещё уберёт, у него 27. А, вот он хочет на доску посмотреть. Вот теперь у него 27, у тебя 24, видимо, скорее всего. Не, у меня не 24, у меня 13. Вон. В этом месте. И... 13. Ну, это пожелание удачи. Ещё на качельке покатается, наверное. Хорошее пожелание за бабло. Пожелайте, да вот вам деньги, пожалуйста. Ага. Так, и вот она была война. Сейчас рыбки будут. Дитр. Меньше энергии, дитр. Причём, достаточно. Ну, вот рыбки, сразу тебя. Сразу тебя, рыбки. Один раз покат. Давай. Пахнём. Собирает, собирает дитр в монетки активно. Вообще дитр, конечно, здорово, натренировался. Так, а тебя? Сейчас нажру пиранье. Ну, если честно, по плаванию дитр. У тебя нет. Чё ты хотел сказать? Плавание дитр, ты нам... По плаванию дитр, на мой взгляд, вообще лучший плавец мы в этой игре. Потому что против него... Тут дело даже не в пираниях, а вообще в том, какой он гордкий. Ловкий, пиздец вообще. Из матов. Он основной упор делает на сбор монеток, вот это, конечно, тема. Так, тебя просто вот нещадно тут... Только он это не делал раньше. Монетки не собирал? Да, вот эту фишку твоя, в том ты делал, что открыл я. Да, ну не знаю, я как бы... Тоже, ну, знал уже, с кем ты когда играл, я уже знал, что надо. Надо, надо. Не имею в виду под водой монетки собирать, их под водой никто не собирал никогда. Да. Да собирались. Да собирались. Я вот с кем там, я не знаю, тренировался, с кем ты играл уже как бы... А, ну, может, кстати, с тобой и играл, в принципе. Я думаю, что они, по-моему, играли или не играли в Ормпиаду. Слушай, по-моему, даже разум не встречаюсь с тобой. Не знаю, с кем ты я играл, короче, если кого-то я увидел, что он там пытается внизу. А теперь... А теперь ты прохавал фишку и тоже внизу внушил ездить. Уже с компьютера. Но тут фишка в чем? Я эту фишку еще прохавал заранее, я на эту фишку вставил еще перед финалом. Дело в том, что... Списал уже подольше не убивать компьютерного оппонента, чтобы побольше монеток собрать. Правильно? Да, 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 я так и делал. И тут в итоге получалось, что? Когда ты проходишь уже это состязание, ну я против Компа тренировался, у тебя уже после плавания 99 монет становится. 99 это максимум, то есть больше ты уже никуда не достанешь. И я вот именно на эту фишку вставил, но я не думал, что Дитр так активно будет биться и собирать вообще золото. Поэтому... Сложно получилось. Он и собрал, по-моему, больше и отмудохал меня. Да... А тут видишь, как я избегаю компьютера и там... Ну, за зимоветки он плавал. А, нет, у вас уже другое, наверное, там Дитр плавает. Ну, закончился только что вот этот с компьютером. Сейчас уже Дитр начался. Так, Дитр... Дитр всё ещё тут. Рыбки... Работают. Рнуность. Кролик теперь? На этом. Ну, а ты бы какую тактику посоветовал обо gadgets? Клавани. Полик. Не, у меня нет особо, блядь, клаван. Ну вот. Для Липецка, например, это самая сложная вообще дисциплина, самая нелюбимая, я точно знаю. Он вот один из участников. Об этом вот и звался. Всё. Завалил таки дидер оппонента. Ну, не так уж много он и собрал, в принципе. Ты больше собрал. А вот в первом, с тобой, когда он сразу просто на то хера собрал, конечно. Я как-то вообще интересен стримить без звука. В смысле без звука? Ну, я же, это, смотрю стрим. Как бы... На этом самом деле. Всё, ладно, я просто... Позару твой каш. Вчера у тебя насморк был. Я сегодня смотрю повтор стрима. Сегодня уже кашля. Творал. Тааак... Да, я сестерпан собрать монетки. Все они мимо. Кадры улетают. Зелёные. Творал. Вот, опять, своеобразная игра. Кто больше монеток, то только победитель. Ну вообще, конечно... Не знаю, даже плюс это или минус. Да, это немножко нелогично. Постарую тут баланс на самом деле. Как я только начал играть, я долго не впыривал. За что тут медали, почему я покупаю всю хуйню и занимаю первые места, и почему я в итоговом зачете я весь на последнем месте я сначала не догонял потом только уже въехал что-то показать его на ночах золотишко-то настоящее и можно в магазинах расплачиваться так, ну потихонечку стоплан забирает убирает уже времени-то осталось меньше минуты не успевает я уже взял 25 секунд остается 19 15 15 а, вон хуба пишет, что поэтому игра его не зацепила потому что ну из-за бабла победу дают 4 я сейчас не убил не убил Что ты думаешь, что он накернил сразу, как где-то раз потягу? Ну, не так, как видно, конечно. Да, да. Пусть нас накернивают, а суть не запаривается. О, но нет и так, где хера. В принципе. Нет. Компьютер сам себе ноги вырвал, просто под дитором клавал. Так, ну ты на третьем месте. Ну ты на третьем. Ну смотри, вот фишка, в чё. Получаешь. А ещё пять. Но пять монет при этом получил я. Пять монет получил я и ишь, не знаю. Так, это чё, это крыша, по-моему? Самая интересная. Самая интересная. Я не ставил, но все крыши, я думаю, каждый проходит с сохранениями. Ну да, у меня рекорд пятьдесят пять. Меньше плесень. Слушай, ты с сохранениями или как? Не, ну как в смысле с сохранениями? Тренировка просто. Там же можно включить один бег по крышам и всё. Не, ну с пингом у тебя там мало того, что не пятьдесят две будет, а... Хера бы узнать какую-то там бью. Не, с пингом то само собой. Ну, в смысле не без проблем, а конечно с пингом там нахуеешь. Извините, вы не любите рейкборта. За это слово, не воробей, которое сорвалось. Особенно маленький хуба. На рак пишет крыши и не прошёл. Так, у меня сорок три монета. Шестьдесят одна, я так понимаю, у дитера. Так, и на каком-то там месте? Не знаю, на втором, наверное? Удачи всем пожелать, вижу, что купил. Ну и сейчас поглядим, ну и сейчас поглядим. Так. Опа. Молодец. Так. Опа. Так, нормально. Нормально, идём. Опачки. Тут четыре будет подряд этих самых прыжков с трамплимом. Третьих и прыжок. Да, вот точно. На последнем там причём нужно аккуратненько. А, о, успеваешь, что монетки брать. Молодец тренировался, я верю. Ну да, полно. Тааак. Ну всё, это уже. Пинальный. В минуту впишешься, но когда впишешься, нормально. 58 секунд. А, нет, что ли. А, вот у меня закончилось. Я вообще, если честно, офигел, что я с пингом смог это всё-таки найти. Как наталья, конкретно. Не, нормально. Я впервые крышу PC прошёл, вот я с бульдозером играл когда. Выпалился? Все прошёл. Ну, я впервые прошёл весь. Все крыши. Да. Я с кинбейсом тоже все прошёл. Жалко, что у меня бота отнял первое место. А что я получил, ну, кубок в первых местах. Да, да. Обидно, конечно. Где-то что-то как-то совсем плохенько бежит. Палку потерял. Опасики. Ну, это, наверное, из-за пинга у него всё-таки такая шняка. Хотя, хрен его знает. Да. Ну и компьютер. Он тут Мемори. Так. Нарак тут плавание ненавидит, Хуба Губа смеётся. Мемори не прошёл крыши. Тоже. Да, короче, тренироваться просто, пацаны, надо. И заучивать эту систему. Последовательность, да. Да, да. Потому что иначе никак это не пройти, ну. Вообще, я играл так по ударке на первый раз в эту игру. Я вообще офигел. Ну, да. Что? Что? Ну, да. Хе-хе-хе. Просто жесть, реально. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Кхм. Кхм. Так, падает... компьютерный круг. Куда ему, собственно, и дорога. Я тут молился ещё, чтобы он всё не прошёл. Ну хотя по временем я так-то опаздывал. А даже он не на третьем месте. Ты на первом, а дитор там где-то... Где-то там. А, вы двадцатку дали в итоге. Так. Ну сейчас у нас собственно финал. Гранд финал. Ну и чё? Ну там крыши конечно. Яма там, ну блин. 76 это наверное да. 76 это наверное да. 76 это да, это я. За первое место в скамбале. 64. 64. Чё возьмёшь? А это драки. Так, а чё я уж не... Ну тут силу и это, и защиту. По-моему так. А тут, а третье это по-моему и то и то да? Да, это все три в одном. По-моему на десятку увеличилось. Каждая. Не, все на двадцатку. Каждая. И вот это вот все по три тоже по двадцать. Да. Это оптом дешевле называется. Да, опять серебра не платишь ещё. Так, кондитор у нас в этот магазин зашёл. Берёт он себе кувырок. Да. И всё. Тут Куба пишет в чате. Нет, я не прав, я не люблю кувырок. Куба, да, тут на крышах можно явно просто так перепрыгивать. Ну, цепляясь там за края. А в идеале конечно перепрыгнуть полностью. Но тут фишка в чём, если очень сложно идеально перепрыгнуть крышу, чтобы ноги приземлился, а не зацепился за неё. А это потеря времени. Вот, по компьютеру. По моменту быстрее тебя пройдёт все крыши, даже если ты пройдёшь по времени. И поэтому нужно всё-таки пользоваться инвентарём. И одноколесным этим великом. О, щас махачи будут. Это интересно конечно. А энергии у нас меньше у тебя и Степан, да? Да, вы кстати чат читайте там в этом самом... Да чё-то я не успеваю туда сейчас посмотреть. Там самое интересное. Степан блокирует монетки другого, но Степан решает нападать... Пересидел его дитр и ещё и взял все остальные монеты собака. Одно отобрал у него и Степан. Одно отобрал из четырёх. Делает супер приём. Так чё-то я взял кувырок этот самый дитр, но им не пользуется. Зачем? Хорошая вещь, кувырок кстати отличная вещь. Я вот кинбейса задрочил именно кувырком. Причём, отлично просто. Я не знаю, Антон. Если. Вот так как сейчас делают кстати титры, вот так можно уходить. Постоянно делают пувырок. Так, пока энергии меньше у Степана. Степан аккуратно ходит. Опасно сделал приём, конечно. Энергии всё равно там мало. Опачки. Ещё один. И сравниваетесь. Вы сравниваетесь по энергии. Отчаянно убегает от Степана. Дитр. Опа. Вот теперь. Чё у дитра проходит? Супер удар. Чё-то у него как-то слабенький попался. Жизнь примерно равная. Только у тебя, Степана, она как-то быстрее восстанавливается. Ну там, я не знаю, от чего это зависит, если честно. Проводит ещё один. Где-то супер удар. Супер приём. Худо. Чтобы расцепляться, жмёшь просто турбо-д и назад от противника. И он отцепится. Умм. Так, чё-то прессует. Где-то. А вот Степан отвечает. Да. Рикки всё-таки как-то мощнее Куню отнимает. Жизнь. Или от приёма просто зависит? Ну, у Куню есть самый сильный приём. Поверяется. Дотбольный удар. У меня... Вы видите, да? То же самое, что и я? А, да. Вообще больше. Чё. Чё. Чё за хуйня? Я тоже вижу. А, ой, нормально. Блядь, опять. Чё за хуйня? В принципе, игра продолжается. А, время обещается. И жизни, по идее, меньше у тебя, Эстабан, да? У меня больше. Больше? Да, у меня больше на совсем чуток. В том-то и фишка, что когда у меня стало жизни чуть-чуть больше на приём, а время оставалось мало, я просто убегал от диторота, потом уже боялся, что у меня загасит. Там, секунд 15 я убегал от него. Бля, чё такое за хрень такая дерганая? Даже не знаю. А, всё, понял, я понял, что это так. Хе-хе-хе-хе, блин. Это я от магазина. Чё это? Это у меня скринсейвер. Скринсейвер. Ну, потому что, если я долго не пользоваться, то он может начинать кого-то. Не, мы включим себя. У меня тоже. А у меня включен, понятно? Вот. Ничего, вопрос. Вот и самую главную хрень-то пропустил, Мафута. То, что... Несмотря на то, что энергии у меня было меньше, чем у дитора в самом начале, я смог победить в этом раунде за счёт того, что... Ну, выровнял её, конечно же. Чуть-чуть уменьшил дитору и убегал до конца, потому что... Просто я не стал ни что-то. Не, ну, если ты не помнишь, то есть... Изображение чуть-чуть. Да-а-а-а-а... Ну и... Собственно... Степан продолжает быть ради волк компьютера. Турбок-мокро сидела. эй эй все готов так так дидорача собирается монетки надеется на чудо кхм 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 опачки дохерища отбирает бурки больше всех кхм и мы ведем свой стрим из тупор гвозного диспансера ххх я только хотел хорошо что-нибудь подобное сказать оба крашивают, хоркаются maybe монету выбить Installation убивает монетки Не задумывай, не разумал. Эээ! Вот в таких случаях надо, когда чувак умирает. Нужно обязательно к нему бежать и катиться. Я вот всегда так делаю. Мало ли, может монетка и с трупом. Так, Степан Фенал, да? Степан, Фенал... Собирает все монетки, Степан. Больше всего я ненавижу расизм и негров, говорит Степан. Че? Больше всего я ненавижу расизм и негров, говорит Степан. Размазывая противника. Я... Что-то я так говорю. Конечно, ну ты как бы показываешь, не говоришь вслух. Там, кстати, за чатом, с самого эмулятора следите, че там. А ты че? А ты че? А в эмуляторе? Я за че. А в эмуляторе там, потому что... Не написал, че. У него уже поздно. Хотя, в принципе, в конце там, в чате, много че будет написано. Таааак... Ну, добивает уже. У Вилла Смита, Степан. Да, кстати, похож. У Вилла Смит. Да, ты даже больше монеток собрал, чем из этого негра, чем из предыдущего детства. Да. И вот он. Наверное, последний. Да. Все. Все. Ну и че у нас там? Первое место... Занимает... Зачник Истебан в этом финальном. И третье. Виктор. Так, тут еще. 20 монет накинули мне. Там, за чатом, сейчас следите в эмуляторе. Не забавали. Так, и он нам ни о чем не говорит. 10,10, минус 15. Скому дали неизвестно. Это кони у Ирики. Первый кони у Ирики, второй. А 15 кони дальше... А, там настоящий спортсменку. Тру спортсмену. Второе место. О, это ворбийская версия. Дитер. Чат читайте. Фак, пишет Дитер. Фак. Ты тут пишешь, что я и Тараджо по времени победил в драках. Да, такая тема бывает. Так, это говорит. Да ты пишешь, Астабан. Не повезло просто реально. Ильвер повезло. А-а-а-а. Пишет Дитер. Ну-у-у-у-у-у На крышах и в драках. Повезло. Ну не скажи как это повезло, нормально. Ты пиздец какой сильный игрок?! В эту игру сказал Астабан. Не искренне. Хехехех. Да ты не плачь, не плачь, парень. Всё благодаря дракам. В воде с тобой вообще нереально, скебан, продолжает бальзам лить на Дитера. На всего Дитера, потому что Дитерс одна сплошная рана. Ну и крыша значительно помогли. Ну в воде рыбы были, благородно, говорит Дитеррок. Как будто не он их туда запустил. Спасибо за игру, поступил, пишите. Спасибо, Нарак, поздравил. Сам ты Нарак. Я только не помню, что... Драки тебя спасли, пишет Дитер, ну, как сказать. Как бы перед драками ты уже, по-моему, на первое место вышел, правильно? Я ещё открыл что-то. Ну, да, вам два с момента. Ну вот, если бы драки решали, как бы... Если бы драки решали... Ну, как бы, если бы ты проигрывал перед драками, тогда можно говорить за то, что... Драки спасли. Так, ну, чё-то я тут пропустил половину. Спасибо. Бла-бла-бла. Валим. Волшебное слово валим. Счастливо. Прощается. Друзья, товарищ Эдитер пошёл обмывать своё второе место. Ну, хоть не третье, а то он раньше всё третье занимал. Так, ну что, я думаю, что у нас будет. Что, как мы подытожим это, кстати, увидим. Молодец уступать всё. А, я с... Уже его доящие катюшки, конечно. Конечно, это разря... Расслабнее, на мой взгляд, что ты перезыграл. Особенно с этими плаваниями рыбами. Зачем-то он купил за обешанные деньги. Зачем-то был непонятный. Так сильно владелся всей этой крией. Зачем она... Боёмся, как бы, но смысла не было. За первое место 15 монет, и эти 15 монет он тратил гармону. Вот где парень плавника. Плюс он ещё и вообще достаточно, ну, так, нормально шаханул. С ракетами. Ну, ракеты, конечно, недорого сливаются. Четыре золотом, по-моему. Четыре. Да, ну, всё равно, как бы, не готов. Раскопил он. Ну, почему? Почему он первое место взял? Нет, ну, нет. Первое место, что он взял. То есть, как бы, я считаю, заработал за этим. А я пять. Ну, всего лишь, как-то, в два раза больше. Слишком-то в чём, просто, если потратить. Ну, двадцатка, двадцатка просто, ну, никуда. А разница там, я не знаю, какая была прям уже в самом конкурсе, но в пире, как бы, разница была, в принципе, не такая уж большая. Да, там, у меня семьдесят, чем у него шестьдесят. То есть, она бы его спасла, эта двадцатка, в принципе, наверное. Может, и нет, конечно. Ну, честно, там, меня спасла, я даже не знаю, что меня там спасла. Это вообще какое-то чудо. Я уже после трёх состязаний первых вообще уже ни во что не верил. И каким-то чудом я все те, там, крыши перепрыгнул. Вот тогда у меня уже что-то более-менее появилось. Какая-то надежда, потому что, ну, нереально. Я хотя бы ставил, то есть, первых вот состязаний, там, это набега. Потому что я пробегу нормально. Плавание, в принципе, догадывался, что Диттер, он там, меня утопит быстро. Но лучше плавает, вообще, очень активный такой плавец, я бы, нереально против него вообще. А тут он ещё и рыбок выбрал. Явно, так скажем, уверен, шаг такой сделал, потратил 15 монет. Ну, я бы так сказал, что ты не уверен, как, для его, как, не уверен, что шаг будет. Одно из, по крайней мере. Ну, для меня, для буболома, это непонятно. Для меня это было страшно. Ну, я вообще, конечно, чудесным образом получился канал. Канал, это драки, это всё-таки... Ну, как говорится, вовремя сообразил, потому что... Я вообще, можно говорить одно? Вовремя сообразил, что... Ну, от него, что... Ну, не стал рисковать, потому что я там, кунево, не кунево, а вот так-то... Вот, я заметил, что в драках чаще свою инициативу перехватываю не я. Рядь, и как ты не успеваешь сообразить, он был, или нажать кнопки. Это турбо. И, ну, риска, и чисто по времени пришлось сматываться, там, аудитор. А он что-то ещё не догнал. И там, причём, в чате будет написано, вот, когда вот он меня не догнал. Ну, типа, нае... Да наебал, короче, полное слово. Наебал меня, типа, по времени. Там он сразу же после драк. Вот это вот написано, вот, я почему вам уговорил, чтобы рассмотрели, там, сэмпл. Ну, я не знаю, что-то. Да. Ну да, ну... Да. Приметил я... ...тят просто... ...какой, по вкусу, ская, и своего... ...произвольного... ...я за винилами болтси же рукой... ...дин... ...да. Ну, смысл ясен. Можно это не смысл. Ну, ясен. На три, я всё покажу. Ну, я... ...наприваю... ...натия, я живём... ...оди двоём... ...молодцы, чё, всё равно. ...будем, заливаем, мы жить по другому... ...какитаем, мы как по другому... Вот ты, Лен, я просто охерел, если честно. Я охерел, когда уже все по времени я выиграл. Я уже понял, что все, что я победил, потому что, несмотря на то, что Дитер собирал монетки там, но я как-то активно все-таки дрался с компьютером, ну, запинывал его, старался, а там дело в том, что в Олимпиаде за активность еще дают вот эти пять монет дополнительно. Вот, например, в бегах, когда Дитер бежал, он, по большому счету, когда с компьютером бежал, да, он сжибал препятствия не плечом, а просто, ну, бегом, ну, то есть врезался, получал повреждения, а я сжибал их плечом, за эту, за такую активность, как бы, дают дополнительные монеты. Ну, за эту активность плюс драки. Поэтому в некоторых состязаниях, несмотря на то, что он первые места занимал, а я там третий, мне вот эти вот, как-то, пять монеток, они все равно подогревали. Драки, это, конечно, вообще, это просто чё. И все. Который играет дитер-рок, ну, на гитаре в группе. Ладно, если кто-то, не, шутка, просто есть такое направление дитер-рок, выдуманное, нет, это выдум, это мои выдумки. Да, я как-то пошутил в стриме еще футбола, и что-то так повыслось по чуть-чуть. Ну, на самом деле, мне хочется услышать мнение кролика. Ну, я думаю, рыбу мне лучше бы не покупал. А на крышах что ему помешало, как считаешь? Не можешь пить? Может быть, теперь у меня просто никаких проблем не было, когда приходит. Ну, да, кстати, у меня тоже, я там еще с нервами, когда играл, я даже удивился, когда финишировал, почему время было, одну минуту, когда он сгибался, и все равно что-то. Ну, а вообще, да, я думаю, в общем, судя по отборочной, вернее, по оптимулипликации, там вообще никто дальше шестой крыши, по-моему, не добежал. Да-да-да, дело-да-да-да. И дальше, мечтоподобие. Нет, нормально. Можно пробежать. Фубор пишет, что типа в МКД если банбок никуда не убежал. Да, МКД это не моя тема, это жижа у нас и экспонат. Я взял жужу у себя и никнейм там жужа, а он там давал мне комментировать жижи и в итоге всех нас отгибасило жёстко. Короче, МКД нет, не моя тема, если турнир будет, нет, до свидания. Не буду участвовать. Не, так надо, для мяса я не участвую. Ну, в принципе, да. Тем более, это нормальная игра. Я тоже плохо играю в МКД. Не знаю, где там Соль в прошлом турнире выиграл Тимхат у нас, который сейчас не светится. Вернее, он светится, он светится на нашем этом самом предыдущем ресурсе. В предыдущем ресурсе. В предыдущем ресурсе, как мы видим, его связывают тесные связи. Танец, это не есть. Тимхат, там, победил Тарантова в МКД, ну и, в принципе, заслуженно. Нормально Тимхат сыграл. Потому что Тарантов, там, был... Делал ставку на... Пьяный? Да нет, он просто как бы... Ну, несколько однотипно он играл, Тимхат как-то более творческий. Я, кстати, даже ролик делал на этот турнир, который ты не видел. Я видел, видел, там, Матрица, все дела, видел. Я вот... Киндоса выпросил, кстати, вот ролик, и что-то... Я смотрю еще, знаешь, я вот, когда вот заехался на сайте, по профилям там лазил, у кого за что награду там... Там, что-то у тебя там какая-то супер какой-то ролик, говорит, ну, что за ролик? Поначалу думаю, ну ладно, забил. Потом что-то уже какая-то тишина на сайте какая-то, ничего не происходит. Тут от Киндоса докопался, говорит, что за ролик? Где его можно увидеть? Все, он дал ссылку на YouTube. Но... Оформление все ништяк, конечно. Ну, там, мышкой, конечно, в последних минутах 10-15. Ну, и в этом дело... Да, не, это вообще меня обломало, если честно. Меня обломало то, что я ни хер... Ну, как бы, я не заметован когда, во-первых, ну, по игре там, и обломался, кто где там вообще бьется, там, и так... Ну да... Ну да... Половина дисквалифицировалась, половина, там, что-то еще... Ну, в общем, скомпленно получилось. Все. Ну, тогда еще все было скомпленно. Ну, мне понравилось это, конечно. Я там, что-то, 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 что-то написал. Надо посчитать, зайти. Когда там один одежешь никому... Так, ну че, у нас здесь уже с Эльфиадой, по идее, мы все сказали, что могли... Кролик, наконец-то, зарасходовал все свои заранее заготовленные прически. Кроликовый компьютер за 9000, в чём дело. За 7000. А, за 7000, ё-моё. За 70, по-моему, он сказал, нет? 7 за 7. Ну, в общем, попадает просто ораторское дарование. Прямо, одну любви, прям, отдыхает. Там задержки просто... С Липецком такая же тема, кстати, в стримах, что задержка вообще нереальная. Невозможно просто. Так, невозможно. Вот у меня, по крайней мере. Вы понимаете, что задержки в этом, в Ресколе, что ли, допустим? Да-да-да, именно в Ресколе, там, секунд по 5. Причём они ещё не просто задержки, они ещё и прерывистые. Троники мы сейчас тоже как-то от Реса слышим. Они такие. Из какого города я запамятовал? И сланцы. Как-как? Сланцы? Да, сланцы. Это где у нас? Это Ленинградская область. А, точно вспомнил. Где-то 6 часов на автобусе. Ну что ж, наверное, надо заканчивать. Сегодня у нас... Нет. Нет? А я говорю, да. Не-не-не, просто тут я хотел бы. Конечно, чего-нибудь нужно. Ну, давайте. Если просто есть, добавим. Я добавить бы хотел, конечно же, нашему администратору Ресурсу привет в Кинбисе. Да. Поначалу вообще эта игра казалась, ну, хотя бы не хренью, но чем-то таким, во что так особо не стоит заморачиваться и играть. Да. Присоединюсь. Присоединюсь. Я тоже не играл без ребяту и только начал играть у турнира для мяса. Тоже не писался. Начал тренировать сутки. На самом деле игра интересная. У нас, ну да. Понимаешь, что... Да. Зачет. Зачет. Или ты с другой что-то хотел сказать? Нет, то же самое, да. Прикольно, что показал, как бы, что раскрутил эту тему, что-то там трейлер сделал и милка вообще классная на самом деле. Но, что в ней плохо, это две вещи. Это, конечно же... Ну, хотя нет, одна вещь. Ладно, хрен с ними, про монеты я не буду говорить. Потому что там нужно как-то балансировать, где-то побеждать, где-то собирать монеты. А какая главная вещь? Забыл. Нет, сейчас скажу. То, что дисциплин достаточно, ну, скудно. Скудное количество дисциплин. Всего пять. Если бы их было, там, штучек десять. И вот таких вот, я бы сказал, оригинальных в стиле техноса, вон там, вот, прыжки по крышам, например, на одноколесном велосипеде с шестами, вообще бы игре ценой не было. Ну и, конечно же, реализация на четырех игроков, что-то то ли дело в эмуляторе, то ли все-таки дело в том, что, скорее всего, на денги эта игра просто играется, вот ставишь ты на четверых, да, и играешь ты по очереди. Просто джойстиками, там, меняетесь. Первый, второй, там. И потом, когда себя выгришь на табло, например, третий, там, плеер бежит, да, там, против, там, четвертого, да. Нужно, там, просто, брать третий, плеер бежит, первый джойстик, четвертый, плеер бежит, второй джойстик. Скорее всего, на это и была рассчитана эта система. То есть, тут, с точки зрения онлайн-игр докапываться, не до чего. Все-таки игра с Dendy, а не какая-то, там, компьютерная, вот, Counter-Strike, вот, не знаю. Так, все хорошее. Вот, спасибо, KingDate. Молодец, что показал. Вообще игра классная. Будем в нее дальше играть. И сейчас особенно мне интересно играть, когда мы уже подготовлены, не знаю, много подобное. Все-таки ты нас заставил разобраться в этой теме. Вот. Да, все так. Ну, еще у нас есть еще олимпийские бигаторы, где, как это называется, я пару раз в тарантулом играл. Тоже вещи. Тоже вещи. Да, мяч-то не так и не прикололи. А мне вот сначала именно больше приколол. И вот так вот, если убирать, если кто-то, как прикололили, сначала бегаю. Но сейчас-то я уже, ребята, не знаю, не знаю. Практически. Вот надо играть по бегам, как-нибудь судить. Ну, я уже киндесу писал. Я думаю, будет Торнер, не выбираем. Так, и еще, меня интересует, предоставь написал тарантул? Он написал, но, вроде как, день. Молчание. Сейчас и проверим на форуме, может, что-то появилось. А у него телефон отключен, он написал. А, вот тут Худо пишет, что там просто глик эмуляции или ошибка в роме. Понимаю, насчет Олимпиаду, то что на четырех одновременно нельзя играть. Я думаю, наверное, это сделано для тех, у кого нет адаптера для четырех игрок. Я тоже так думаю, что просто выбирать джессик там по очереди. Потому что смысл вообще, я не вижу там для покупки лишнего адаптера. Хотя, хер вообще. Я искал в свое время эти адаптеры, и я их не нашел. Я не видел, я продаю. Ну, сейчас есть офигенная тема. Я вот так вот в топом скажу, что... Какой-то там чувак в Москве мне в Больдезер там сообщал. По-моему, в Москве. Он делает на заказ, короче, адаптер на... Ну, переходник такой. Вставляешь компьютер его, короче, и можешь отключить два джойстика Сеги и два джойстика от Денди. Ну, то есть, один или другой, четыре джойстика. На четыре джойстика переходник. Блин, вот это, конечно, тема. Вот это я хочу достать и заказать из Москвы. Причем, короче, там все это делают. Все эти схемы, там, конденсаторы, там, чипы паяют. Ну, а есть смысл переходить на джойстики? Тоже на клавиатуре играешь? Есть. На клавиатуре, но для хоккея, я думаю, есть. Потому что хоккей, она все-таки более джойстиковая игра, ежели, там, Goal 3, например. Которая реально, вот, ну, на эмуляторе уже ощущаешь, что все-таки без клавиатуры никак. Никак вот такого дриблинга не будет. Хотя, Липецк вот как-то рассмотрел. Ну, не то, что посмотрел, а стримил его игры. Я поначалу думал, как он так бегает, потом, что присмотрелся, но все-таки видно, что он... Джойстики, он все время на джойстике причем, а то вот традиции не отходят. И при том, при всем, он изображает довольно классную игру, но такой дриблинг, как биндозер, он просто сделает несмирок, и потому, что ему не хватает практики, а просто джойстик такого не может, реально. Да-да-да-да-да. Ну, все равно я хочу, конечно, с Джосик, тот же самый Мортал Комбат играть, с Беллидзером, планировать в ближайшем будущем, как бы. Касса Мортал Комбат сеговский. Возможно, в турнир какой-нибудь полезен к войнам, там, как самые нуды. Почти, как самые нуды, все-таки. Шарин. Ну, это уже не технос, конечно, это... и обсуждение здесь. Ну, что? В общем-то, наверное, заканчиваем стрим. Все уже... Я думаю, пора заканчивать. Да, если есть желание, можем потом что-нибудь другое постримить. Ну вот, всем спасибо. Нет проблем. С нами сегодня был ролик. Серьезный, очень серьезный ролик. Серьезный, очень серьезный был. И финалист чемпионата Комбината. И это... От технос. Собственность у вас. Собственность у вас. Собственность у вас. Веселый и радостный. Худба Пойдем сюда... Стой, 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 стой Стой, 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 стой Это завтра, и... Пора праздновать. Ну да, пора праздновать. А Пинга, в смысле, ты про Олимпиаду, кто-то говоришь, или про то, что он на четверых, там, про эту Олимпиаду, или че? Ты о чем? Короче, в принципе, я помню. А, он вообще. Вернее, вообще. А, про дрибинг. Ну, от Пинга, конечно, зависит, но, блин, тут не было еще такого Пинга, на мой взгляд, что можно было там нереально прям заниматься этим дрибингом. Котца бывает, как затупит ретро-геймс какой-нибудь. Так, ладно. Давай, мы заканчиваем, а то мне в гиг пора. И скажи, что мы сейчас начнем новый стрим. Можно? Я абсолютно не буду. Возможно, на МТ. А, возможно, я буду. Возможно, там, свободный канал или нет. Ну, я предполагаю, что хоккей, но хотелось бы хоккей играть, если честно, на блядь, на обидном канале играет. Альтернативный свободный, но на альтернативный у меня нет ключа. А у тебя есть? Ну, тогда нет проблем. Сейчас я расписал. Сейчас я расписал. Сейчас я расписал, где залезу, и там никого нет, куда-то. Да, это да. Да, короче, я вижу, что там расписали. Здесь ночи ничего нет. Мы можем сейчас на альтернативный лезть. Ты можешь... Хотя, чё, на махиану килят стримки. Ты сам можешь стримить. Только, как бы, представителем буду я, потому что у вас все-таки официально, как бы... Факси. Стримбовешь, где? Ну, это хорошо. Но, представителем буду я. В любом случае, кстати, мы на канале от Факса не отчислимся, как ребята с Technos Battles, так что конкретно там никто не знает, если банк там или... Ну, хотя, вот, я вот уже у нас таких, там, таких псевдо-порешей наших. В Америке, если закану приедут, там, типа, цветные, ходят в те же туалеты, что и белые, но все-то знают, что это всё-таки... Нет, к тому, что... к тому, что ты дорого квартиры сдаёшь. Тихо-то есть. Ты просто дорого квартиры сдаёшь, и к этому... Вот. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а... Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ты что, не видишь нашего... Веркой сортер до цветных... Хе-хе-хе... Я надеюсь, в музыке играть это время... Ну... Хе-хе-хе... Субтитры сделал DimaTorzok